Привет. 2016 год. Прошло 12 лет с момента выхода второй игры по Берсерку и за это время не так много изменилось для самой франшизы. Вышло всего 10 томов манги и 3 аниме-адаптации. Точнее, адаптация одна, единая, но в виде трёх полнометражных анимационных фильмов, и все они по арке Золотой Век. Зато в это время родилась серия Dark Souls со своими Берсерка отсылками и даже успела закончиться. Третья часть вышла аккурат в 2016 году. Совпадение? Не думаю. Внезапно издательство Коэй Текма на Е3 2016 показывает тизер новой игры по Берсерку. Тизер специфический, местами эротический, если не знать контекст и просто смотреть на тентакли и оголённую каску. Насторожить в тизере мог лишь последний кадр, где крупными буквами показан разработчик игры, студия Омега Форс. Нет, это неплохая студия, нет трэш-отделы, даже наоборот, они как человек из цитаты Брюса Ли. Брюс говорил, я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. И вот Омега Форс не делали 10 тысяч различных игр, они 10 тысяч раз делали Мусолу, то есть Дайнасти Вориорс. И в этом нет ничего плохого, ведь Гатс со своим здоровым мечом вполне вписывается в концепт Дайнасти Вориорс, где герой разваливает сотнями мобов, а Аркозолотой Век с захватами замков и вовсе кажется идеальным кандидатом. Так что вполне возможно, что перед нами не заслужена забытая игра по Берсерку, одна из лучших и, как минимум, в топ-3. Давайте разбираться. Berserk and the Band of the Hawk – удивительная игра, отличающаяся от предыдущих попыток игронизировать Берсерка. Это невероятно огромная игра, сюжет охватывает пару сотен глав манги, с 4-го тома по 32-й. Для понимания, на данный момент заканчивается 42-й том, то есть игра охватывает большую часть манги. Но вы же понимаете, что есть нюанс. Нюанс тут в том, что половина игры делалась не как игра по манге, а как игра по трилогии анимационных фильмов Берсерк Золотой Век. И как только сюжетная арка Золотого Века заканчивается, начинается пересказ манги. На словах можно подумать, что игрок и не заметит подвоха, но игрок заметит, так как первую половину игры в качестве заставок используются вставки из аниме. Местами используются чрезмерно. Так, в знаковом сюжетном эпизоде Зотмения придётся около получаса наблюдать кадры из аниме, а непосредственно геймплея ждёт минут 10. Как раз после этого кадры из аниме кончаются, и повествование ускоряется. Авторы попытались захватить почти все вышедшие на момент релиза эпизоды манги, но теперь сюжет подаётся озвученными текстовыми вставками и редкими анимированными кат-сценами. Текстовые вставки тоже как бы анимированы, но ключевое слово «как бы». По итогу мы получаем две сюжетные половины. Первая – дословный пересказ, хотя скорее даже перепоказ анимационной трилогии, которая пересказывает мангу. Вторая – ускоренный пересказ всего остального. В ускоренной перемотке теряется часть второстепенных персонажей и даже произошедших событий. Если вы читали мангу и вам казалось, что императора Ганишку слишком быстро слили там, то тут от момента его появления до слива проходят считанные минуты, а подноготная Кушанской Империи затронута ещё меньше. И всё это наводит на вопрос, зачем этот перепоказ и пересказ в виде игры нужен? Если вы не знакомы с первоисточником в виде манги, то вы вряд ли будете вообще играть в Берсерк и Банд о Хоук. Наверняка такие люди есть, я не спорю, но их единицы. А если первоисточник знаком, то никакой самостоятельной сюжетной ценности игра вам не предложит, разве что на любимых персонажей в 3д посмотрите, что уже неплохо. С ценностью геймплейной тут всё сложнее. Берсерк и Банд о Хоук – это мусоу, то есть Dynasty Warriors по Берсерку. Разработчики из Omega Force других игр не делают, там профессионально делают Dynasty Warriors из любой франшизы. Есть Dynasty Warriors по Персоне, Зельде, Кулаку Полярной Звезды, One Piece, Fire Emblem и даже в нишевой вселенной романа сказания об Арслане. Берсерк исключением не стал. Бегаем и валим врагов десятками тысяч. В игре 46 миссий и в большинстве из них придётся убить около тысячи врагов, а где-то и больше. Очень жаль, но в игре нет обобщённой статистики, где можно было бы посмотреть точное количество зачищенных мобов. Убийства врагов осуществляются четырьмя кнопками – слабой атакой, сильной атакой, ультимативной атакой и использованием предметов, когда они откроются по сюжету. Слабая и сильная атака комбинируется в комбо, но комбух всего 5-6 и различие их в том, после какого по счёту слабого удара вы нанесёте удар сильный. Ультимативная способность заполняется соответствующей шкалой, даже двумя. Сначала заполняется шкала ярости – это временное состояние повышенного урона, а уже при заполненной ярости заполняется удар. Всё геймплейное разнообразие вы ощутите за миссий 10, может быть чуть больше. После этого только трудный путь до финала. Ну, на самом деле не такой уж и трудный, хотя игра на начальной заставке рекомендует поставить сложность на изи, чтобы пробежаться по сюжету. Единственную трудность представляют миссии с боссфайтами, по той причине, что там не на ком нафармить ярость, чтобы забить босса ультимативными ударами. Да ещё камера на боссфайтах ведёт себя иногда очень неадекватно. В остальном же все миссии сводятся к утилизации противника сотнями и беготнёй по карте. Причём в начале всё гармонично смотрится для мусоу – захватываем замки, убиваем вражеских командиров, но после затмения начинается банальная резня монстров сотнями из миссий в миссию с прерывами раз в 7-8 миссий на босса, при этом бить босса хуже, чем зачищать вилкой мобов сотнями. Есть некое подобие прокачки. Сам персонаж поднимает свой уровень автоматически при уничтожении очередной тысячи другой мобов, а уровень просто поднимает статы Гатсу – атаку, защиту, количество хп и некую технику. Согласно описанию из мануала игры, техника отвечает за шанс крита, скорость передвижения, скорость перезарядки вспомогательного оружия, плюс Гатс быстрее скачет на лошади. Да, тут можно кататься верхом и даже драться с коня – на коне бегать с точки на точку куда быстрее, а вот мобов крошить с коня дольше, чем пешком, поэтому конь – это не роскошь, а средство передвижения. Если вдруг ваш Гатс слабоват, можно подкачаться, перепройдя уровни или зайдя в режим бесконечного затмения. Скажу честно, бесконечное затмение я не осилил, так как там надо подряд за одну игровую сессию пройти 100 уровней. Они короче игровых миссий, но не интересней их в плане прохождения. Там какие-то скины на Гатс открываются и можно открыть картинки в галерее, но я решил, что переживу без этого. Задерживаться в игре дольше, чем занимает основной сюжет, желания не было. У Гатса есть предметы. Четыре слота активных предметов в духе аптечки, временного усиления защиты или атаки, плюс три слота для прям экипировки. В свою очередь, у экипировки есть четыре своих слота. Помимо того, что сама экипировка повышает те самые четыре характеристики Гатса. В эквипе есть слоты для собственных пассивных навыков на увеличение урона от конкретно сильного или слабого удара, урона в режиме ярости и другие там пассивные апгрейды. На крайняк, если разбираться лень, можно просто ещё сильнее улучшить те самые атаку, защиту, технику и хп. Предметы качаются либо поглощением других предметов, либо улучшением камнями в магазине. Улучшение поглощением работает так. Берём кольцо с 10 уровнем навыка атаки, поглощаем тряпку с пятым уровнем навыка атаки и на выходе получаем кольцо с пятнадцатым уровнем навыка атаки. Вместо атаки подставляем любой другой навык, алгоритм остаётся прежним. Улучшение же камнями – это просто увеличение определённого навыка. Условно, красные камни увеличивают навыки атакующие, жёлтые защитные и т.д. При этом при улучшении камнями, соответственно, другие предметы ломать не надо. Отмечу, что даже вкачав некоторые предметы на максимальный уровень, сильных изменений в уроне гатса я не заметил, но решил, что раз уж формлю мобов, то и уровень шмотки прокачаю, почему бы нет. Для тех, кого игра зацепит, тут есть несколько персонажей. В основной сюжетке есть парочка миссий, где можно зачищать мобов за каску, гриффит, есть ещё пара миссий в конце игры, где открыты серпика и ширки. Также откроется Носфератус Зод, но только для режима свободной игры или бесконечного затмения. Кроме ширки особых отличий у персонажей нет, они просто все бойцы ближнего боя со своими атаками. А вот у юной ведьмы атаки ощущаются совсем иначе и есть всякие там заклинания на урон по области. Но доступна она реально в парочке миссий и смысла отвлекаться на нового непривычного персонажа нет. В принципе, если вам нравится фармить и нравится Берсерк, то и игра вам скорее всего зайдёт. Как Мусоу, это не лучший представитель жанра, в серии Дайнасти Вориорс были варианты поинтереснее. Как пересказ Берсерка, я не знаю, мне лично непонятно зачем подобный пересказ нужен, а вот этот разрыв в игре, когда кончается аниме и тебя начинают на скорости пересказывать всё оставшееся, вот это выглядит вообще неловко. Суть этой игры в своё время писал портал Destructoid в своей рецензии, где сказано, что фанатам-энтузиастам, чтобы купить игру, хватит того факта, что здесь продолжается история после золотого века. И правда, вот тут твои любимые герои, гад смажет мечом, мечить кладёт пачками, ну чё тебе ещё надо? Хотя негативных оценок у игры хватает, учитывая ещё и слабый ПК порт. Игра в своё время вышла не оптимизированной и без поддержки управления склава мыши, но мы тут говорим об игре, которая и на PS Vita вышла, так что снижаем ожидания. Вообще вышло иронично, ведь именно в 2016 году вышел новый аниме-сериал по Берсерку, как раз продолжающий сюжет трёх полнометражных фильмов, то есть после арки золотого века. И авторы могли бы вставить кадров оттуда, выпустить они игру попозже, как раз у этого сериала оценки схожи с игрой и они бы прекрасно дополнили друг друга. Но, к сожалению для авторов игры заранее им кадров не дали, поэтому вышло как-то так. Над играми по Берсерку будто клеймо жертвы как на самом Гатте. На мой взгляд, каждая из них хороша по-своему, но ни одна так и не стала маломальски успешной. Первая игра с Dreamcast была неплохой пробой пера, аркадным слэшером со своей уникальной историей. Время игру не пощадило, как и большинство трёхмерных проектов того времени, но интерес прикоснуться к ней сохраняется из-за истории и самого факта, что это первая игра по Берсерку. Вторая игра для меня искренне стала hidden game'ом, и очень жаль, что авторы не решились выпустить её где-то кроме Японии. Из-за этого к игре трудно добраться, что отсеивает потенциальную аудиторию, хотя проект выдался интересный. И вот третья игра. Неплохая, своего фаната найдёт, но не более того. Однообразность геймплея Musou вместе с неровным повествованием из-за перехода после конца аниме-вставок – это те минусы, на которые придётся закрывать глаза. Но речь уже не об эпохе Dreamcast или PlayStation 2, речь о 2016-м и об игре, которую на Западе продавали за ценник в 60 долларов или 60 евро. Ну, а как иначе, там авторы 28 томов манги пересказали – такое денег стоит. Берсерк стал культовым, в том числе для игровой индустрии. Отсылки к нему есть не только в серии Souls и других играх From Software. Йоко Таро вдохновлялся Гатсом, создавая Кайма для первой Дракенгард. Кто-то видит Гатса в Вельвет из Tales of Berseria. Клауд из Final Fantasy со своим огромным мечом напоминает Гатса, и тут уже Сефирот начинает напоминать Гриффита, а Красный Камни Душ из Дайл Мэйкрай – это же бихелиты из Берсерка. Жаль только, что игры с отсылками к Берсерку получаются куда лучше игр по лицензии. И на этом у меня всё. Если видео вам понравилось, то не забудьте поставить ему лайк или даже подписаться на канал. Спасибо вам за внимание и большое спасибо подписчикам, поддерживающим канал на Бусти. Всем добра и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова